МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако конфликт все еще остается нерешенным. В результате порядка миллиона азербайджанцев не могут вернуться на свои родные земли, оккупированные Арменией. Такая ситуация вызывает вполне понятную критику деятельности посредников Минской группы ОБСЕ, которые не в полной мере выполняют свою миссию. О деятельности Минской группы ОБСЕ, о путях урегулирования армяно-азербайджанского конфликта мы поговорим в рамках передачи «В тему» с политологами Арзун Агиевым и Тофиком Абасовым. Здравствуйте. Вначале предлагаю посмотреть сюжет, который вкратце расскажет нам о деятельности посредников Минской группы ОБСЕ на нынешнем этапе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются США, Франция и Россия. Главы трех этих государств не единожды подтверждали общую приверженность к обновленным мадридским принципам как основе для мирного урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Официальный Баку убежден, что сегодня не только страны-сопредседатели, но и все государства, входящие в Минскую группу ОБСЕ, должны внести свою лепту в процесс урегулирования конфликта. Но пока никакого ощутимого оптимизма по поводу деятельности сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Баку не испытывают. Более того, в Азербайджане крайне негативно восприняли последние попытки посредников Минской группы предотвратить обсуждение в рамках зимней сессии ПАСЕ двух резолюций, касающихся Нагорно-Карабахского конфликта. Они не только не оказывают давление на Армению, но и защищают ее от возможных проблем. Посмотрите, к чему привела их провокационная деятельность на последних слушаниях в Совете Европы. Спрашивается, кем они себя возомнили. То есть будут оказывать давление на все международные организации? Речь в данном случае идет о двух докладах ПАСЕ – преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана и эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана. Минская группа ОБСЕ в преддверии обсуждений в ПАСЕ выступила с заявлением, в котором попыталась сорвать запланированные обсуждения. В итоге только один из докладов – преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана – был принят ПАСЕ. Таким образом, сегодня Минская группа ОБСЕ не только отличается своей бездействительностью, но и занимается разрушительной работой, мешая другим международным структурам оказать содействие в урегулировании Карабахского конфликта. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ пытаются заявить о своих эксклюзивных правах на решение конфликта. Как следствие, конфликт остается неурегулированным ни одно десятилетие, что само говорит о неэффективной работе посредников из США, России и Франции. Как мы могли видеть из сюжета, обращение Минской группы ОБСЕ к ПАСЕ в преддверии обсуждений двух резолюций по Карабаху было направлено на срыв самих обсуждений в Страсбурге. Сами посредники свои цели не скрывают. Как вы считаете, чем были продиктованы действия сопредседателей? Во-первых, спасибо, что вы поднимаете эту тему. Она действительно очень актуальна не только для азербайджанской стороны, но и для международной повестки. Потому что речь идет о тлеющем конфликте. Мы прекрасно видим, насколько все обострено в зоне конфликта, вдоль линии соприкосновения огня. Сегодня Армянская республика продолжает череду системных провокаций с тем, чтобы эскалация была бы в активированном состоянии. Речь идет о военно-политической эскалации. И с другой стороны мы видим, что переговорный процесс застыл. Абсолютная стагнация. И нет никаких предпосылок для того, чтобы вывести проблему из такого зажатого состояния. И на фоне этой не очень радостной картины мы видим, как официальный Ереван и сепаратистский режим в Карабахе, они дружно поддерживают деятельность Минской группы ОБСЕ. Тогда как этой деятельности де-факто нет. И де-юре тоже фактически. И поэтому не случайно сейчас в салонах Европы воцарилась такая непонятная ситуация. Не совсем адекватно повели себя многие депутаты, представляющие разные страны европейского континента. Я думаю, что, конечно, нам все-таки надо добиваться или изменения формата посредничества, поскольку тройка в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ не справляется со своей функцией. С другой стороны, она торпедирует усилия, законные усилия Азербайджана с тем, чтобы международные сообщества, европейские политические институты знали бы действительное положение вещей. И с другой стороны, если не получается так, то попытаться опять вернуть этот мандат и вернуться в салоны ООН, поскольку речь идет еще и о невыполненных четырех резолюциях самой представительной, самой главной международной организации. Разумеально. Представители Минской группы ОБСЕ искренне считают, что подобные обсуждения могут навредить переговорам? Знаете, как Торфман тоже отметил, сегодня Минская группа ОБСЕ как будто хочет монополизировать всю эту ситуацию, что, мол, без них никаких переговоров, никаких решений не должны приниматься. Поэтому очень грустно, что перед даже голосованием, когда один день остался до голосования, они выступили с заявлением. Я думаю, что вообще в внесении этого вопроса, обсуждения ПАСЕ, это очень отрадно, потому что во всяком случае в обоих, то, что должны были принимать решения, есть слово оккупация. Мне кажется, Минская группа ОБСЕ, кроме своей мнения, они еще выражают мнение своих государств, и России, и Франции, и Америки. Как будто здесь идет борьба влияния, кто может решить этот вопрос. Но когда идет вся эта борьба на бумагах или просто резолюциях, понятно, что до этого были приняты принципы, и пражский принцип, потом мадридский принцип. Во всем этом была одна суть. Азербайджан и оккупированная территория Азербайджана. То, что они не решают этот вопрос, сохраняют штатскво, это не только пользу Армении. Это противоречит всем международным правам. Потому что есть очень большие мегапроекты, которые должны решаться. И экономическом плане, и социальном плане. А когда все требуют безопасность, то, что понятно, что от Баку где-то 450 километров все это проблема проходит, и 200 километров есть такие места. То есть, чтобы решать какие-то глобальные экономические мегапроекты, надо решить сначала Нагорно-Карабахскую проблему. Ну, к сожалению, ОБСЕ и Минская группа ОБСЕ в этом вопросе, кроме декларативных своих заявлений, один шаг даже не делают. Ну, представьте себе, а время идет. Уже больше 20 лет они не решают глобальный вопрос по поводу территориальной целостности Азербайджана. И как будто они играют на руку сегодня Армянской республике. И Армянская республика поэтому сегодня как бы играют и на ПАСЕ, и на другие международные организации. То, что резолюцию, 4 резолюции ООН, до сих пор не решился вопрос по поводу того, что они приняли резолюцию. Сегодня еще ОБСЕ, Минская группа ОБСЕ в таком состоянии. То есть, надо, думаю, что положить конец этому. Я думаю, что Минская группа ОБСЕ должна нормально еще один шаг сделать вперед, каким-то образом влиять на ситуацию, и чтобы все эти его резолюции, как ООНовские, не остались только на бумаге. Вот как раз я хотела вас спросить, вы только что затронули эту тему. Обращение Минской группы ОБСЕ к ПАСЕ, это некая инициатива ОБСЕ, как международные структуры по урегулированию армяно-азербайджанского вопроса, либо это некая позиция самих стран-сопредседателей? Я думаю, что и то есть, и то есть. Ну, я как отметил, это в основном позиция их стран. Я думаю, что здесь без армянской лобби тоже все это не происходит. И Франция, и Россия, и Америка. Еще раз отмечаю, идет борьба за влияние. Кто каким образом может влиять на этот вопрос, решение. Я думаю, что здесь в основном не только они сами по себе эту резолюцию не хотят принимать. Это еще странно, играют очень огромную роль. Образно выражаясь, текст заявления писали в Вашингтоне, Москве и Париже? Я думаю, что как раз таки, если бы у Минской группы ОБСЕ было бы действительное желание, стремление к тому, чтобы вывести переговорный процесс на новый качественный уровень, то они не должны были обращаться вот в таком режиме, значит, к ПАСЕ, а наоборот, они должны были способствовать тому, чтобы действительно европарламентарии знали бы правду о том, что происходит в зоне конфликта. С другой стороны, чтобы они знали, что вообще сам процесс политического урегулирования, он находится в подвешенном состоянии. То есть, это то, чего нельзя было допускать. Обратите внимание, какие идут паузы. Значит, недавно была встреча президентов в Берне. Договорились о том, что надо мониторить ситуацию постоянно, надо еще разработать механизм для того, чтобы расследовать происходящие провокации, перестрелки, стремление пробиться, скажем, в зону влияния или перечесть границу и провести диверсионные какие-то акции и так далее. И после вот такого обнадеживающего разговора, когда президенты договорились о том, что надо складывать усилия воедино при участии Минской группы ОБСЕ, чтобы, во-первых, локализовать взрывоопасный потенциал этого конфликта, с другой стороны, добиться перелома в переговорном процессе, и, в-третьих, значит, наконец, вдохнуть надежду в людей, которые являются непосредственно жертвами этого конфликта. Мы говорим о почти миллионе людей, которые лишили возможности вернуться, скажем, в места постоянного проживания. И поэтому после такого обнадеживающего накала, и вот такая вот идет ситуация, когда, значит, сами сопредседатели Минской группы ОБСЕ, они подрывают свои же позиции, они показывают, что они не обладают каким-то конкретным планом действий. А план действий таков, надо возвращаться в рамки, в контуры мадридских принципов, которых еще никто не отменял. Никто их не отменял. Обновленные мадридские принципы по-прежнему имеют силу для того, чтобы быть на столе переговоров, и чтобы стороны начали бы попунктно их обсуждать. И, естественно, все упирается в то, что армянские вооруженные силы должны быть выведены из зоны конфликта. Если они будут продолжать оставаться в зоне азербайджанских, на азербайджанских территориях, значит, никакого урегулирования не будет. И это прекрасно понимает сопредседатель Минской группы ОБСЕ. И я хочу, кстати говоря, напомнить нашим телезрителям, что несколько лет назад, когда Азербайджан пытался вывести этот вопрос в повестку Генассамблеи ООН, опять же, тройка стран, Россия, США, Франция, они заблокировали азербайджанские инициативы. И, значит, получается, что у них идет какая-то сепаратная игра с армянской стороной, и поэтому неофициально и официально армянская сторона поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ. И буквально вот на днях и президент Серж Саркетян, и министр иностранных дел Эдвард Нанбалдян, они сказали, что мы приветствуем деятельность Минской группы ОБСЕ, и не видим никаких других вариантов решения проблемы. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ очень часто говорят, что независимо от мандата, все их действия направлены на урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, а также на предотвращение боевых действий. С учетом ситуации на линии фронта, как вы считаете, справились ли они со своей деятельностью? Тофик Малин. Я считаю, что они не справляются со своими прямыми обязанностями, обязательствами. С другой стороны, периодически происходит мониторинг. Миссия Каспшика тоже бывает, там, не знаю, мониторить ситуацию. Даже были случаи, когда эти дипломаты находились на линии соприкосновения, и даже по ним открывался огонь. Несколько раз было. Армянская военщина открывала огонь. Это вообще парадоксальная ситуация. И они вместо того, чтобы пойти до последнего, по следам этих преступлений, этих провокаций, расследовать эти процессы, эксцессы, они все это замалчивают. И поэтому не случайно ежедневно свыше 100 раз армянские военные нарушают режим прекращения огня. Давайте вспомним август и сентябрь 2014 года, когда чуть ли не было не объявлено военное положение. И по ту, и по другую сторону от линии соприкосновения. Мы к кому должны обращать наши взоры? Естественно, мы должны обращать наши взоры к международным институтам и их непосредственным представителям в лице Минской группы ОБСЕ. Эта тройка практически замалчивает свою бездарную деятельность. Они пытаются завуалировать то, что они пустили весь этот процесс на самотек. Они не имеют никаких рычагов давления на агрессора, который является возмутительным спокойствием в этом регионе. Армян, правильно сказал. Есть огромные возможности для развития самого региона и для того, чтобы повысить индекс полезности наших институтов, кавказских институтов вообще. Арзумалим. То есть, получается, Минская группа ОБСЕ теряет контроль над сложившейся ситуацией? Она давно потеряла. Она... То, что... Как было отмечено, что проводят какие-то мониторинги на линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха или на линии, допустим, армяно-азербайджанской границы. Они, когда проводят эти мониторинги, может быть, какие-то перестрелки не бывают. Но как они отходят, моментально опять начинаются все перестрелки. Как вот здесь было отмечено, и Тойф Мелем тоже говорил, что даже во время мониторинга там бывают перестрелки. Как может, что если они владеют ситуацией, каждый день погибают по обоим сторонам столько военнослужащих и мирные жители. Сегодня как будто ОБСЕ, минская группа ОБСЕ играет на руку армянам. Поэтому сегодня страдает не только на линии прикосновения, кроме того, еще на армянно-азербайджанской границе. Вот обратите внимание, в последнее время начались обстрелы именно тех районов, вот начиная с прошлого года с сентября, октябрь, ноябрь до декабря. Вот Кидабекский, Казахский, Таусский, вот эти линии тоже. Там проходят, как Тойф Мелем сказал, все коммуникации, которые проходят в сторону Европы. Они обстреливают, чтобы был ответный обстрел, и туда вмешались и русские войска, которые находятся на территории Армении. То есть все это, обо всем этом почему-то минская группа ОБСЕ молчит. А статус-кво остается, и это на руку тем армянским сепаратистам и лидерам, которые вот держат всю эту ситуацию. Понятно, что Армения сегодня руководит те люди, которые пришли к власти из Нагорного Карабаха, именно на этой войне, через эту кровь. Поэтому они постараются чем дальше держать свое статус-кво и свою политику. То есть они сами из-за этого, все это делают из-за того, что остаться именно власти. Все это ОБСЕ как будто не видит. Минская группа об этом молчит. Мы хотели бы, чтобы они об этом тоже говорили. То есть самое главное сегодня это территориальная целостность, которую должны признавать Минская группа, а не декларировать какие-то выступления. Они мониторинги, понятно, пусть проводят. А куда деть миллион беженцев? Как недавно отметил наш президент Ирхам Алиев тоже. То есть чем они занимаются? В конце концов, если они нам невыгодны, сегодня они для Азербайджана шагу вперед ничего не делают. Как можно этим мириться? В конце концов, надо спросить и созвать большую конференцию. Или еще раз говорю, то есть спросить у этих сопредседателей, чем же вы заняты? Что за это 20 лет хоть один шаг было сделано вперед? Или же, Ардун, прошу прощения, можно поставить перед ними конкретный вопрос. Каков ваш план действий? Вот надо у них узнать это. Надо поставить перед ними фактами. Что вы набереваетесь, как вы хотите сделать дальше? Это первым делом территориальная целостность, а потом все остальное. То есть какая там структура будет в составе Азербайджана, или там миротворцы придут, не придут. То есть что дальше? Вот до сегодняшнего дня мы слышим только два. Это прекращение огня, которого нету. И второй вопрос, что они проводят мониторинг. Больше ничего. Вот мы хотели бы услышать от них, не только мы, то есть азербайджанский народ хочет от них услышаться, приезжают, уезжают, встречаются. Что дальше? Вот вопрос. Вы только что затронули организацию работы Минской группы ОБСЕ. Я бы хотела спросить, как вы относитесь к практике стран-сопредседателей по ротации дипломатов, занимающих позицию посредников? Это действительно важная дипломатическая процедура, или, напротив, этот процесс, эта модель работы гасит активность в переговорном процессе? То есть в последнее время говорят, что ОБСЕ будет, то есть с председателем будет Германия. На это есть какая-то надежда, что Германия из таких стран в Европе, которые имеют свой вес, значит, может влиять каким-то образом еще другой вариант расширения состава Минской группы ОБСЕ, туда включить и Турцию. То есть все это как будто еще в бумагах. То есть я думаю, что то, что у нас сегодня есть, этим надо пользоваться. А потом уже, услышав их ответы, их последующие планы, потом же о других вещах можно будет что-то придумывать, какие-то ротации делать. Потом, я думаю, что на сегодняшний день этот вопрос остро не стоит. Вы знаете, не случайно и среди нашего экспертного сообщества, среди наших журналистов, даже и наши азербайджанские дипломаты, дипломаты тоже с этим соглашаются, что представители трех стран, которые занимаются посреднической миссией, они уже превратились в туристов. Их так и называют, туристами. Потому что, в принципе, конечно, они, как говорится, в пределе. Они очень часто перемещаются по столицам, приезжает регион, вроде бы стучатся в двери европейских коридоров и так далее. Но, тем не менее, если это называть дипломатической активностью, и такая активность не имеет никакого коэффициента полезного действия, то как можно квалифицировать их работу? Ротация. Ротация это что? Это потеря времени. Недавно, допустим, я считаю, что представитель Америки Джеймс Уорлик пополнил свой пассив в этом ключе, заявив о том, что он собирается покинуть эту группу и его заменить другой американский дипломат. Во-первых, не надо было раньше времени это объявлять, потому что, в принципе, он внес сумятицу уже в деятельность и без того, бездеятельную деятельность, скажем так. Извините за тавтологию этой группы. С другой стороны, он несколько раз откровенно заигрывал с армянской стороной. Он посещал Карабах и встречался только с представителями армянской общины Карабаха. Он проигнорировал азербайджанские ожидания. Он не встретился с азербайджанцами Нагорного Карабаха. С другой стороны, он в Америке обустраивал встречи представителей сепаратистского режима в официальных американских коридорах. Потом отбрекился, говорят, тем, что это не его типа заслуги. Хотя было известно, что он прикладывался к этим процессам. То есть, его действия носили откровенно провокационный и проармянский характер. Таким образом, дипломат строго, точнее даже, я бы сказал, не строго, а откровенно нарушал принцип нейтралитета. Потому что последник должен быть нейтральным. Он должен быть очень адекватным и соблюдать принцип равноправия. Но в данном случае мы видим, что Джеймс Уорлик позволял себе это делать. И с другой стороны, заявив о том, что раньше времени, что он покинет группу, опять же, он внес какой-то холодок и сейчас складывается ситуация. Так уходит он или остается? Но он уже вроде заявил, что он уйдет. Придет новый дипломат. А это означает, что новый дипломат должен на месте ознакомиться с действующим положением вещей. Он должен провести консультации с другими коллегами из России и Франции. Это потеря времени. Это опять новая, ничем не оправданная раскачка, которая не имеет никакой пользы, выгоды для общего миротворческого процесса. В ходе нашей беседы вы отметили заявление президента Ильхама Алиева в ходе беседы с молодежью. Тогда он назвал работу Минской группы ОБСЕ бессмысленной. Президент также отметил, что Минская группа ОБСЕ стремится к замораживанию конфликта, а не к его урегулированию. С учетом того, что работа Минской группы ОБСЕ выгодна Еревану, стоит ли нам ждать провокации со стороны Армении, в том числе и на линии фронта? Вы знаете, президент, как говорится, я выражусь названием вашей программы, нашей программы, высказался в тему, он оказался в теме, он четко обозначил основные акценты. То есть идет заведомо отработанная линия на замораживание конфликта. Кстати говоря, мы можем задаться вопросом, а почему вот с каждым днем увеличивается количество армянских провокаций на линии фронта? То есть они, как вы правильно затронули, разумеяли, стреляют не только в Карабахе, в зоне конфликта, но еще и вдоль западной границы Азербайджана с Арменией. Таусский район, Казахский район, Кедобегский район. То есть какая цель, и это все прекрасно знает Минская группа ОБСЕ, то есть их представители, цель заключается в том, чтобы создать негативный фон вокруг армяно-азербайджанских отношений и самого конфликтного момента. Чтобы обозначить и сказать, что мы не можем, видите, у нас нет возможности договориться о мире, потому что идет пассивная война. Да, она не активная, но она пассивная. Война есть война. И это говорит о том, что нет никакого мира. То есть мы не должны подыгрывать Минской группе ОБСЕ, Международному институту в том, что они создают иллюзию вокруг такого режима прекращения огня. Нет режима прекращения огня, если армянская сторона свыше 100 раз, как я уже сказал, ежедневно нарушает перемирие. И значит цель такая, чтобы внушить всем, что нет предпосылок для мирного разрешения конфликта. И опять же это устраивает официальный Ереван, который хочет застолбить за собой эти территории, заставить Азербайджан отмучиться и отречься от переговорного процесса. Но мы знаем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил, что ради переговоров мы не будем оставаться в формате переговорного процесса. И территориальный вопрос никогда в жизни не будет предметом торга или предметом разговора с армянской республикой. Они это прекрасно знают. И посему как, сегодня мой коллега сказал здесь, что эта команда Сержа Саркисиана и еще и до него был Роберт Качарян, они на волне военной пришли во власть в Армении, они эту власть узурпировали, они сместили законного президента Терпетросяна в 90-х годах, в конце. И поэтому они никак не могут вывернуться из этого состояния. То есть они сами в состоянии заложников. Потому что с одной стороны они не могут пойти на компромиссное решение проблемы, потому что и так и так, даже Джеймс Уорлик недавно сказал о том, что 7 районов должны безоговорочно быть возвращены Азербайджану. То есть они сами оказались в состоянии заложников. Они никак не могут выпривить социально-экономическое положение страны, посему как Азербайджан и Турцию не дают им эту возможность. С другой стороны, они никак не могут отказаться от экспансионистского курса, потому что это их конек. И получается патовая ситуация для них, точнее даже Цукцфанг, потому что что бы ни сделала армянская дипломатия, руководство этой страны, они все равно пострадают. То есть в конце самый плохой вариант, это самая красная черта, это война. Возобновление полномасштабной войны, когда Азербайджан просто раздавит. И Армения не имеет права, и она балифует, когда говорит о том, что ОДКБ не даст нас победу. Азербайджан не собирается захватывать армянские территории. Мы хотим провести зачистку наших территорий, вернуть наши законные территории и восстановить территориальную целость нашей страны. А разумиалим, вы тоже полагаете, что нам стоит ждать провокации со стороны Армении, которая как бы еще раз подчеркнет важность дипломатической миссии Минской группы ОБСЕ? Вы знаете, мы уже привыкли к этим провокациям. Это уже не провокации. Там на границе идет необъявленная война. То, что господин президент Елхам Алиев на встрече с молодежью говорил, как-то тезисно. То есть из-за того, что есть сегодня Минская группа ОБСЕ, это нам недостаточно. То есть для решения вопроса есть три варианта. Первый дипломатический, второй военно-дипломатический, третий военный путь. Правильно? Из трех путей мы опробовали все дипломатические пути. То есть у нас осталось два варианта. Военное решение вопроса и военно-дипломатическое решение. То есть мы должны показать свою силу и на основе этой силы заставить Армению сесть за стол переговоров. То есть еще раз я повторяю. Как господин президент тоже отметил, что ни одного шага назад территориальная целостность. Это самое первое, как вот последний Минск, в принципе, мы об этом говорили. То есть сегодня агрессора надо заставить силой сесть за стол переговоров. То есть сегодня у нас армия не та армия, которая была раньше. Сегодня у нас есть нормальные вооруженные силы, есть дух в армии. То есть используя этот момент, мы должны их заставить сесть за стол переговоров. То есть сегодня понятно, что даже вот вчера, позавчера вы видели, как перебежчиков они сажают. То есть тот, который пришел в Азербайджан, в миссии семья, обратно мы их вернули, их же там сажают. То есть сегодня они из-за отмени очень много уезжают, даже военные начали сдаваться. То есть из-за того, что там какая-то была боязнь, поэтому они сажают своих же соотечественников, своих людей. То есть сегодня там ненормальная ситуация. Если бы они не были форпостом, допустим, той же самой России, давно бы мы с ними этот разговор решили. Или дипломатический путь, видно, что минская группа ОБСЕ сейчас результата такого не дает. То есть военно-дипломатический путь, я думаю, что самый нормальный путь сегодня решение для этого вопроса. То есть сегодня, как разговор идет именно о минской группе ОБСЕ, я думаю, что на сегодняшний день они исчерпали свою возможность. Дипломатической миссией, просто так, как они вот решают, этот вопрос не решится. Поэтому мы должны надеяться на себя, на свою дипломатию и на своих военных. Спасибо вам за содержательные и подробные ответы. О роли минской группы ОБСЕ в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, а также об ее деятельности, которая больше не вызывает доверия в Азербайджане, мы поговорили в рамках передачи в тему с политологами Тофиком Абасовым и Арзу Нагиевым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!